Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Арканум, сезон второй истерии четвертая, Морс, Солум и Нитум Эст. В саду было тихо, едва слышно журчал фонтан, в темном небе то тут, то там поблескивали звезды. Селена следила за тем, как листва, подаваясь ветру, извивалась на ветвях деревьев. За спиной раздался знакомый до спазма в груди голос. Как королева. Селена выпрямилась, но упрямо продолжила смотреть на деревья. Плохо, очень плохо. Дэймон обошел скамейку и встал перед принцессой. Вы выглядите печальной, успели проникнуться к королеве или боитесь ответственности, что упадет на вас? Что ответить? Не боюсь ответственности, но осознаю ее. Дэймон, понимающий, кивнул. Это хорошо. Повисло молчание. Их взгляды встретились, словно сцепившиеся клинки. Раньше Селена была не способна выдержать внимание этих пронзительных глаз. Раньше она бы отвернулась, но не сейчас. Я так любила тебя, а ты растоптал меня, разбил на тысячу осколков. Селена отвернулась, испугавшись этих откровенных, отчаянных слов, прозвучавших в собственной голове. Все воспоминания с тобой остались такими же яркими, будто это было вчера. Дэймон сидел в кресле, а Селена, прильнув к его ноге и обив ее руками, призывала остаться. Прошу, умоляю, не уходи. Он положил руку ей на голову, нежно погладил. Я не могу. Почему? Почему ты делаешь это со мной? Иди ко мне, принцесса. Селена покорно села к нему на колени. Он обнял ее и принесся медленно покачивать, словно убаюкивая. Ты страдаешь со мной. Нет, это не так. Я не узнаю тебя. Где эта бойкая девочка, что сделала мне отвратительный кофе и потребовала чаевые? Так я отвратительный сделала. Зачем ты это вспоминаешь? Причем здесь это? Ты растворилась во мне. Разве это плохо? Да, ты страдаешь от этого. Ты единственный, кто... кто относился ко мне так. Таких будет еще много. Нет, Дэймон, пожалуйста. Да, поверь мне, принцесса станет королевой, и она не будет ни от кого зависеть. Она будет самостоятельной личностью. Без тебя в этом нет смысла. Он поцеловал ее в лоб, вытер мокрые щеки. Из-за меня ты забыла о себе. Рядом со мной ты не сможешь стать той, кем могла бы. Я не смогу без тебя. Не говори так, не говори. Сможешь. Тебе кажется, что ты будешь счастлива только со мной. Но пройдет время, и ты поймешь, что эта зависимость убивала тебя. Ты возненавидишь меня. И ты готов? Готов так просто смириться с тем, что я буду ненавидеть тебя? Ты так просто отказываешься от меня? Я должен был сделать это еще давно. Я шел к этому долго. Не думай, что мне далось это так просто. Селена вскочила и прокричала, едва видя Дэймона и запилены слез. Таки, скажи, что я для тебя слишком маленькая. Скажи, скажи это. Он долго молчал, а затем сдавленно произнес. Да. Ну, ему это... Я вижу, ему это действительно сложно было сделать. Селена пошатнулась и сделала несколько шагов назад. Ты просто наигрался с наивной девочкой, и тебе наскучило. Дэймон молчал. Его лицо скрывало тень, и были видны лишь плотно сжатые губы. Убирайся! Селена. Дэймон не сдвинулся с места. Убирайся! Он медленно поднялся, взял пальто и направился в коридор. Селена осталась на том же месте, скорчившись от боли, прижав ладонь к груди. Она из последних сил сдерживалась, чтобы не побежать за ним, не упасть к ногам. Как же она себя презирала. Боже, как презирала! Столько унижений, а главное, она готова унижаться дальше, лишь бы он не уходил. Хлопнула дверь. Дэймон! Селена сорвалась, подбежала к двери, но в коридоре уже никого не было. Она осползла на пол, задыхаясь от собственных рыданий. «Пожалуйста, не уходи! Не оставляй меня! Пожалуйста! У меня больше никого нет!» В квартире повисла тишина. Селена осталась одна. Снова. Она осталась одна. Снова. «Но мне кажется, что не обязательно так просто рвать. Если есть возможность, можно обратиться к психологу и хотя бы попытаться что-то исправить, а не так. Ты растворилась во мне, мы расстаемся». Прикосновение к щеке пробудило ее от воспоминаний. Она отпрянула, шлепнула Дэймона по руке и воскрикнула. «Что вы себе позволяете?» Его близость вызвала вселение. «Ну, на самом деле, ничего. Я к нему ничего не чувствую, ни трепета, и также неприязни нет. Когда нам показали первый раз воспоминания, когда она плакала возле его ног, я все думала, что же он такого сделал. А сейчас я вижу ситуацию немножечко глубже. Но опять же, равнодушие. Все осталось в прошлом». «Почему ты плачешь?» Селена торопливо вытерла лицо. «Что тебе от меня нужно? Королева еще жива. Но когда я взойду на престол, тебе не удастся умаслить меня. Так что убирайся». Некоторое время Дэймон аж раше насмотрел на нее, а затем вдруг разразился хохотом. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, просто не знаю, почему я рассмеялся. Как будто этого и ждал от вас». «Зачем вы приехали? Почему сейчас?» «Узнали о новой принцессе и решили как можно скорее втереться к ней в доверие?» «Он больше не будет власти надо мной. Он больше не сломает меня». Дэймон был для нее идолом, примером. Она тянулась к нему, хотела заполучить место в его сердце, жить под лучами его солнца. Она восхищалась им, почти боготворила. Он был остроумен, мудр, проницателен, красив и недосягаем. Когда-то Селена мечтала разгадать его. Мечтала узнать, что у него в голове, что на душе. Она мечтала стать равной ему. Но все это в прошлом. «Вам не удастся протянуть свои щупальца к долине!» Дэймон раздраженно повел плечами, ядовито усмехнулся. «Я подозреваю, что наши отношения с Дэймоном могут сыграть какую-то роль в финале. Ну что, я буду отвечать за свои поступки и за свои выборы». «Вы так уверены в своих догадках? Наверняка считаете себя умной женщиной». «Считаю!» Дэймон нагнулся, приблизил свое лицо и прошептал. «Не задирайте высоко нос, принцесса. Нужно соответствовать. А сможете ли?» «Ваше высочество!» Жозефина остановилась чуть поудаль от них, сжимая в руках платок. Селена снова вытерла лицо, чтобы мокрые щеки не выдали ее недавние слезы. Она выдохнула, стараясь отогнать мысли о Дэймоне, и спросила уже спокойным голосом. «В чем дело?» «Королева!» «Все...» «Лем хочет видеть вас!» «Где он?» «В покоях Ее Величества!» «Вселенная немедленно направилась туда. Жозефина бросила недовольный высокомерный взгляд на Дэймона». «Это все из-за вас, людишек! Это из-за вас, королева заболела точкой невозврата! Все ваши машины!» «Мне жаль, что королева Маргарет покинула нас!» «Дэймон почтенно поклонился ей, но не нужно вешать на людей то, в чем они не повинны». «А затем ушел». «Негодяи!» «Ох, Ее прям в постели нарисовали!» «Селена тихо, почти на цыпочках, вошла в комнату. Лем сидел у постели матери, склонив голову. Не двигаясь, он сказал...» «Проходи. Не бойся, она тебя уже не услышит». «Пустые глаза королевы были обращены к потолку. Селена остановилась за спиной Лема. Она осторожно положила руку ему на плечо. Словно так и должно быть, он прижался щекой к ее пальцам. «Как ты...» «Он нагнулся над королевой и закрыл ей глаза. Она еще... теплая». «Его голос дрогнул. Селена хотела что-то сказать, но не нашла слов и продолжила молча стоять. Но Лем сам заговорил, и голос его был тихим, безжизненным». «Я наблюдал за тобой все это время. Присматривался. Последние месяцы я отдалился от всех. Не мог понять, отчего мне так тревожно. Но с твоим приходом все поменялось. Не знаю, может это простая надежда, или в этом кроется что-то еще. Я уверяю тебе нашу страну». «Он резко сомкнул губы. Ему хотелось добавить...» «Милая Лилит». «Но почему?» «Его лицо. Он что-то вспомнил?» «Потому как Лем посмотрел на нее, она поняла, что что-то не так. Как обратиться к нему?» «Ядамуроб нам простит. Мой милый Лем». «Что ты сказала?» Селина хотела повторить, но в горле застрял ком. Лем мотнул головой, отбрасывая испугавшие его мысли, ложные воспоминания. Он поднялся, подошел к портрету королевы, висящему на стене, и провел по нему рукой. «Меня всегда привлекали картины. Хочется их рассматривать. Не знаю почему. Может, душа матери останется в ней. Мне хотелось бы в это верить». «Мы никого не убиваем. Они живут в картинах». «Селение стало не по себе от его фразы, хоть и брошены совсем с другим смыслом. «Быть заточенной в картине – не лучшая участь для души. Лучше думать, что ее душа свободна». «Да, ты права. Мы с ней увидимся в холодную ночь. С ней и со спес. А может, и с остальными сестрами, что слишком рано покинули этот мир». «Обессиленный, Лем упал на стул возле постели матери. Скоро будет твоя коронация. Теперь ты королева». Он закрыл лицо руками. «Ох, я был так слеп. Твердил, что что-то потерял, когда настоящая потеря ждала меня впереди». «Лем!» «Селена снова приблизилась к нему, замялась на несколько секунд, а затем приобняла за плечи. На мгновение Лем замер, но вдруг порывисто развернулся к ней и прижался к груди». «Ох!» Он сжал пальцы в кулак, комкая ее платье на спине. «Спасибо. Спасибо, что ты сейчас здесь, со мной». «Я... не за что». Селена неловко прикоснулась к его волосам. Осторожно погладила. Лем обнял ее еще крепче, так сильно, что было сложно пошевелиться. Она продолжила гладить его по голове, шепча какие-то утешительные слова. «Я сама в такие моменты теряюсь. Не знаешь даже, что сказать, чтобы поддержать человека. Такой красивый арт». Селена не видела Лема в реальной жизни, но он был где-то там, занятый своими делами, пока не оказался здесь, с ней. Они не были знакомы вне этих выдуманных торологом стен, но он успел стать для нее родным. Огорченный, полный тоски по матери, Лем нашел утешение в ней, грубой, черствой, неспособной на эмпатию директрисе Бридж Корпорейшн. Она бы никогда не поверила, что кто-то снова вызовет в ней сочувствие, чистое, светлое, без тени презрения, искреннее сочувствие и желание помочь. Селени хотела забрать частичку его боли, разделить утрату вместе с ним. Лем поднялся со стула, возвышаясь над ней. И вот он уже не был таким раздавленным, побитым птенцом. Его лицо светилось от благодарности и такой теплой признательности, что Селена не смогла сдержать улыбки. Он усмехнулся в ответ, хоть и не без печали. Это улыбка. Ее я потерял. Но как я мог что-то потерять, если не видел раньше? Ты вспомнишь меня, Лем. Я знаю, вспомнишь. Лем ласково взял Селину за руку, сплел их пальцы вместе. Не глядя ей в глаза, тихо сказал. Я рад, что ты появилась в наших жизнях. Когда-то Селена мечтала услышать эти слова, хоть и не осознавала этого. Она кому-то нужна. Она способна принести в чью-то жизнь не только горести. Лем... Он сжал ее пальцы сильнее. Я... я побуду еще с матушкой, хорошо? Селена увела руки за спину. Да, конечно. Лем снова сел на стул. Когда Селена была уже у двери, он окликнул ее. Лилит. Да? Спасибо. Так трогательно все было расписано. Селена еще раз посмотрела на него, склоненного над королевой, и тихо прикрыла за собой дверь. В коридоре стоял Берт. Он то ли ожидал, пока Лем выйдет, то ли не решался зайти в покой королевы. На его лице читало замешательство, горькое скорбь и вопрос, обращенный к самому себе. Ты ведь был готов к этому? Почему же так больно? Завидев Селену, идущую по коридору, он обернулся к ней, тихо спросил. Как... Лем? Ему тяжело, но он справится. Берт кивнул, посмотрел в непроглядную ночь долины. Маргарет долго боролась с болезнью. Она заслужила отдых. Селена встала около него, пытаясь подобрать нужные слова. Что ему нужно сейчас? Поддержать его или оставить наедине с самим собой? Она в успокаивающем жесте коснулась его плеча и хотела было уйти, но Берт остановил ее. Нет, постой. Отдохни как следует. Надвигаются тяжелые времена, Ваше Высочество. Я готова. Добрых снов. Он поклонился ей и ушел. Селена вернулась к себе, но прежде чем уснуть, ворочалась долго, мучительно, не в силах отогнать навязчивые и тревожные мысли. Ух ты. Шаги даются тяжело. Я не хочу идти, не хочу, но у меня нет выбора. Вот так всегда. Ты принимаешь решения, не задумываясь о последствиях раз за разом, а когда понимаешь, что пришел совсем не туда, ты больше не имеешь права выбора. Я останавливаюсь у алтаря, поворачиваюсь к своему жениху. Он стоит ко мне спиной, говорит со священником. Надеюсь, он уйдет. И почему на мне это дурацкое платье? Жених поворачивается, но очень медленно. Каждое его движение растягивается на минуты. А у меня так часто во сне бывает. Это длится бесконечность. В церкви слишком темно для свадьбы. Кажется, это не свадьба, а похороны. Но чьи? Похороны королевы или моей свободы? Когда жених оборачивается ко мне полностью, я задерживаю дыхание. Нам сто процентов не покажут кто. Он поднимает голову. Много обещающий сон. Нет! Я начинаю пятиться, но смерть удерживает меня за шиворот платья и достает из кармана карту. Смерть раскрывает рот, обнажая острые, желтые клыки и шепчет. Это новое испытание. Нет! У окна шевельнулась фигура. Ну, призрака нам еще не хватало. Кошмар какой! Оставьте меня в покое! Что мне делать? Иногда это, кстати, самое сложное. Простить саму себя. Ты погиб, я знаю. Мне жаль. Но так уж вышло. Другого выхода не было. Я не виновата. Оставь меня, наконец! Она кричала все это безмолвному призраку, пока он не растворился, стул и приоткрыться двери. Селена накрылась головой и одеялом. Раздались медленные, едва слышные шаги, приближающиеся к ее кровати. Сколько можно? Они замерли у постели. Рывок? Кто-то сорвал одеяло. Ну, мелко я таки думала. Что с тобой? Ты пошла прочь! И без тебя паршивая ночь! Прима прыгнула на кровать. Я принесла тебе кое-что. Прима достала из кармашка в юбке две карты. Она раскрыла их веером и притянула селение. Не понял? А, это верховные арканы или старшие арканы, как они там называются? Давненько нам их не давали. Красивые такие. Ой, а это недобрый знак, я чувствую. Да, две старшие арканы нам дали. Встречалась с Торологом? Торолога больше нет в этом мире. Что это значит, Прима? Я отдаю эти карты сейчас, но их смысл ты поймешь немного позже. Ты поймешь его, сидя у чужого камина. Что это значит? Пожалуйста, прекрати. Я не могу сказать тебе всей правды. Я здесь не для того, чтобы раскрывать тебе тайны. А для чего тогда? Опять увиливает. Промолчать. Ладно, узнаю другим путем. Тебе снился кошмар. Засыпай. Она притянула руку, провела ладонью по лицу селены. Что ты... Веки стали тяжелыми, тело ватным, непослушным. Мне, кстати, сразу показалось, когда она тут появилась, что она будто пришла спасти Селену от кошмара. Ну, чтобы она очнулась от него. Скорее всего, так и есть. Глубокий, крепкий сон пришел в одно мгновение. За окном трезвонили колокола. Нескончаемый звон был слышен в каждом уголке страны. От него нельзя было скрыться ни в дальних комнатах, ни в скалах. Теперь вся долина знала о смерти королевы. Селена медленно поднялась с постели, заглянула в окно. Суматоха! В воздухе витала скорбь, тяжким грузом осевшая на плечах. Селине было плевать на королеву, но они, дрояды, были точно привязаны друг к другу. Она всем телом ощущала, что одна из тысячи нитей вдруг оборвалась. Крепкая, толстая нитка, объединяющая все остальные. И теперь жители долины один за другим впиваются в Селену в надежде, что связь целого народа не потеряет свои силы. Дверь осторожно приоткрылась, показалась голова Амели. Вы проснулись, ваше высочество? Да. Не хочу вас торопить, но пора собираться. Хорошо. Селена присела на стульчик около туалетного столика. Амели принялась порхать около нее. Я подобрала вам пару платьев. Почему не все фиолетовые? Как же, фиолетовый траурный цвет. А это как во сне на фиолетовом платье было. Селена поежилась, вспомнив свой сон. Не нравится мне все это. Она оглядела предложенные наряды. Так себе, конечно. Я присмотрела другие варианты. О, конечно. Я помогу вам надеть их. Хм, это благодаря высокому искуплению? Лаконичный наряд. Ну, что-то нам... А, ну понятно, понятно. Это поинтереснее. И самый простой... А вот, кстати, в нем, по-моему, она была во сне, да? Берем самый дорогой. А вот с прической помоги мне. Конечно. Ух ты! Обалдеть. Ну, с такой прической платье рассмотреть можно. Необычная такая. Обалдеть! Маленькая шляпочка! Ирен передает привет. Скромная прическа. Мне это нравится. И это. И это. Берем, наверное, несколько впрок. Она такая необычная, конечно. Когда приготовления закончились, они вышли к остальным собравшимся сопроводить усопшую в последний путь. Несколько грузных парней подняли открытый гроб, где умиротворенно лежала королева. Маргарет накрасили и принарядили, чтобы жители запомнили ее красивой в самом расцвете своих сил. Пропала мертвенная бледность, а под закрытыми веками нельзя было разглядеть пожелтевшие от болезни глаза. Король, Лиэм и Берт встали перед гробом, как бы прочищая собой путь для королевы. Куда встать? Ну, посередине, наверное. Селена встала в середину. Мэри подошла к ней и довольно улыбнулась. Ух ты, тоже ее переодели. Я рада, что вы уже понимаете, как и что следует делать. С вами не все потеряно. Спасибо и на этом. Селена нервно огляделась. Людей с ними не было. Вероятно, им здесь не место. Ей бы тоже хотелось избежать этой церемонии. Но вот процессия началась, и бежать уже было поздно. Но кому нравятся похороны? На главную улицу, казалось, вышла вся долина. Каждый житель был облачен в траурный костюм. На лицах читались искренние скорбь, боль и страх перед будущим. Дрояды сводили пальцы и протягивали руки в каком-то особенном жесте, понятным любому, но не селение. Что это значит? Она попыталась сложить руки так же, как и они. Это знак скорби. Кто-то из толпы бросил в королеву фиалку. За ним повторили другие, и вот уже через пару мгновений Маргарет было едва видно из-за горы цветков. Те, кто мог дотянуться, прикасались к гробу, к рукам покойной, ее волосам. Плач народа слился в единый реквием по душе их правительницы. Процессия не останавливалась. Они шли и шли, взбираясь по горке к старой церкви, где путь королевы уткнется в тупик. Дрояду понемногу стали замечать помимо гроба и людей около него. Селена не осталась без их пристального, тяжелого внимания. Жители начали шептаться, кивая в ее сторону, но никто из них не решался заговорить в полный голос и побеспокоить чуткий сон королевы. Наконец, вдалеке показалась церковь. Она, как и дворец, находилась на возвышении, как бы глядя на город со своей высоты, наблюдая за пороками и благодетелями. По сравнению с уличным гулом, внутри церкви звуки словно бы пропадали, их заглушал дух религии, особенно сильно ощущавшийся в этих стенах. Все почувствовали то же самое, голоса резко замолкли, шаги стали тихими, осторожными, и только грохот от гроба, поставленного перед скамьями, осквернил нетронутую тишину. На скамьях ожидали вельможи, отказавшиеся сопровождать гроб перед жителями долины. Они решили попрощаться с Маргарет вдали от посторонних глаз. Немногим отличаясь, герцоги и герцогини не отказали себе в удовольствии поразглядывать принцессу, которая вскоре должна была взойти на престол. «Ну, давайте! Чего же вы смелее? Может, лупу вам принести?» Пока королевская семья принимала соболезнования, Селина молча села на свободное место. В какой-то момент Лем устал от бесконечных лицемерно печальных слов гостей и присоединился к принцессе. «Ой, какой у него красивый наряд!» «Они так стараются выдавить из себя слезы!» «Это нормально! Толкокожесть осуждают! Сразу вешают на тебя ярлык равнодушной твари!» «Илид, это же церковь!» «Прости, у меня грязный язык!» «Спасибо!» «За что?» «За то, что не притворяешься!» К ним вышел священник. Он заговорил тихим, монотонным голосом, читая молитву на непонятном вселенной языке. Под звук его монолога она уставилась на картину позади алтаря. «Я видела это во сне! Картина, которую нарисовал Берт! Здесь молятся торологу, вешают его портрет как икону! Сумасшествие никак иначе!» Селена не могла отвести взгляда. Чем дольше она смотрела на картину, тем отчетливее казалось, словно торолог наблюдает за ней по ту сторону маслянистых красок. Священник поднял над головой дволунных камня, а затем медленно, почти торжественно положил их на глаза королевы. Все присутствующие сложили пальцы, выказывая скорбь. Затем хором произнесли фразу, которую Селена не смогла повторить. кто сидел с открытыми глазами, оглядываясь на остальных. Чувствую себя глупо. Затем один за другим гости стали подходить к гробу. Они целовали руку королевы и отходили в сторону, чтобы следующий повторил то же самое. Настала очередь Селены. Она поднялась, но осталась растеряно стоять на месте. Опять она вспоминает. Она услышала над ухом. Скажу им прощальные слова, они услышат тебя. Селена вздрогнула, закрыла глаза, по щекам скатилась несколько скудных, но болезненных слез. Простите. Она оттолкнула людей, что стояли позади нее, и выбежала из церкви. Смерть не должна тебя пугать. Что? Берт замер позади селены. Его дыхание пощекотало затылок. Смерть так же естественна, как и рождение. Мы появляемся на свет и проживаем эту жизнь, зная, что ждет нас впереди. Не бойся. Я не боюсь. Тогда пойди и взгляни смерти в глаза. Я просто не могу отвести глаз от Берта. Как же сегодня всех перерисовали. Селена сделала шаг вперед. Почему мне каждый раз так сложно это делать? Она замерла рядом с гробом. Руки королевы были сложены на груди крест-накрест, словно она защищалась. Цветы закрывали пол тела, пахло сиренью и какими-то тяжелыми маслами. Селена прикоснулась губами к холодно высохшей коже Маргарет. Затем отстранилась немного резче, чем следовало, что выдало ее брезгливость. Селена торопливо отошла от гроба. Прощайте, Маргарет. Следующей в очереди оказалась девочка. Она подошла к гробу почти в припрыжку, встала на носочки и некоторое время разглядывала королеву. Ее маленькие ручки потянулись к запястью Маргарет, но потом вдруг метнулись в сторону и схватили лунные камни, закрывающие глаза усопшей. Ай, да, я представляю, как народ в шоке. В церкви повисло тяжелое молчание, которое вскоре сменилось недовольным перешептыванием. Отец девочки быстро вернул камни на место и виноват обернулся королю. Ваше Величество, простите мою дочь, она еще не совсем понимает. Ну, девочка испуганно прижалась к отцу и сподлобья глядя на оскорбленного Винса, это непозволительно. Вы осквернили тело моей жены. Отец, прошу, помилуйте. Папа, что делать? Ну что, ребенка за это убивать, что ли? Защитить девочку. Она всего лишь ребенок. У нее не было намерения оскорблять вас, Ваше Величество. Король посмотрел на Селену с едва сдерживаемым гневом. Когда мне потребуется твое мнение, я обращусь к тебе, Лилит. Ох, вот когда я стану королевой, тогда будешь ты просить у меня, чтобы я выслушала твое мнение. Берт прошептал Винсу так, чтобы услышали только они. Лилит права. Мэри осторожно коснулась короля. Оставим это, Ваше Величество. Сейчас не время устраивать скандал. Король снисходительно махнул рукой. Ладно. Благодарю вас. Спасибо. Все вернулись на свои места. Произошедшее вычеркнуло, растоптало ту особенную атмосферу, что витало в воздухе, пока каждый прощался с королевой. Но селение стало от этого легче. Неподвижность и красота королевы воспринималась так, словно та лишь притворяется, что умерла, что она в любой момент может подняться и дать какой-то указ. Но вот девочка так нагло и бесцеремонно срывает с ее глаз камни, а Маргарет не может ничего сделать. Она беспомощна. Она мертва. Лем остановился возле матери, он прижался губами к ее руке и некоторое время так и стоял. Отстранившись от нее, он снова нагнулся и что-то прошептал ей. Что он говорит? Мор с солом и нитем эст. Ой, это так называлась глава. Что? Берт принялся рисовать в воздухе произнесенную племянником фразу. Смерть это только начало. Попрощавшись с матерью, Лем вышел из церкви. Король подошел последним. Он взял королеву за руку и долго держал ее между ладоней, словно хотел согреть. Затем последовал краткий поцелуй, после чего Винс отвернулся и обратился к гостям. Природа забрала Маргарет. Теперь она будет жить среди райских деревьев, пить старом вино из одного бокала. Выпьем же за нее тоже. Гости повскакивали со своих мест и энергично засеменили к выходу. Кажется, будто смерть для вас это праздник. Так и есть. Это горе и радость одновременно. И ты правда чувствуешь радость? Лилит, это мы здесь страдаем. Маргарет теперь не больно. А та боль, что мы чувствуем с потерей человека, это лишь жалость к самому себе. Смерть приносит освобождение погибшему. Звучит как слоган для самоубийц. Он замер у входа и повернулся к Селине. Смерть становится лекарством лишь тогда, когда ты принимаешь его в нужное время. Не нужно заниматься самолечением. Берт, как всегда, в своем репертуаре. Прошу. Он приоткрыл перед ней дверь. Селина напоследок обернулась, посмотрела на Маргарет. Берт проследил за ее взглядом. Ты тоже теряла кого-то? Да. Не печалься по этому поводу. Своими страданиями ты принесешь им только боль. Как впрочем и всегда. Селина вышла из церкви. Стол накрыт явствами, лющиеся напитки, звон бокалов и скрежет вилок. Шум голосов, тихий смех, серьезные разговоры. От похорон остались лишь траурные деяния. К пиру присоединились люди. Это не понравилось дроядам, но те деликатно умалчивали о том, что думают по этому поводу. Дэймон в свою очередь тоже не подавал виду, несмотря на то, что чувствовал себя в логове врага. Селина водила ложкой по растекшемуся соусу, даже не прислушиваясь к тому, о чем говорили гости около нее. Сборище идиотов, притворяющихся, что им нравится здесь находиться. Король поднялся из-за стола и постучал по бокалу. Мы собрались здесь, чтобы почтить память нашей королевы. Она подарила нам мир и спокойствие и правила до самого последнего вздоха. Я знаю, что Маргарет будет беспокоиться о судьбе долины и по ту сторону жизни. Поэтому я хотел бы представить вам будущую королеву. Лилит, встань, пожалуйста. Селина поднялась по цепке взгляда вельмож. Она стояла прямо, высоко задрав голову. Лилит, моя дочь. Королева приняла ее в нашу семью и признала равной себе. Она наставила меня провести коронацию Лилит как можно раньше. Из-за стола поднялся низенький мужчина, недовольно поправляя усы. Но в ней не течет королевская кровь. Она дочь короля, но не королевы. И тем не менее, нужно поставить их на место. Я докажу, что буду достойной королевой. Это не отменяет моих слов, молодая леди. Чтобы быть хорошим правителем, недостаточно иметь королевскую кровь. Нужно иметь стержень, иначе каждый из вас смог бы встать на престол. Завтра будет коронация Лилит. Это окончательное решение. Звуки негодования стали громче. Вельможи принялись перешептываться, пока их представитель снова не подал голос. А что насчет людей? Они сидят с нами за столом, вместе с нами пьют и едят. Нам не нравится путь, который вы выбираете. Королева была против тесного союза с людьми. Что об этом думает будущая королева? Селена хотела ответить, но поднялся Дэймон, обрывая ее прошу извинить, что так нагло встреваю в разговор. Но прежде чем королева даст ответ, позвольте сказать пару слов. Слушаем. Я пришел к власти, будучи простым крестьянином, во мне не течет голубая кровь. Я потомок торговцев, моего отца, как и отцов многих других, поглотила Риверсоул. Тем не менее, народ выбрал меня, потому что устал от войны. Я здесь, чтобы покончить с враждой и наладить отношения. В качестве знака моей признательности я отправлю корабль с подарками по случаю коронации королевы. Вы хотите умаслить нас, чтобы вам вновь разрешили торговать на наших землях? Дэймон тихо рассмеялся. Боюсь вас разочаровать. Он достал из кармана договор, подписанный королем и королевой. Вельможа вцепился в бумагу, несколько раз перечитывая написанное. Королева не могла такое подписать. Могла и сделала. Берт поднялся из-за стола, поклонился знати. Она подписала это передо мной, перед своим сыном и советницей незадолго до смерти. Алиэм сжимал салфетку и, не поднимая головы, только и сказал, все так. Но почему? Она, как никто другой знала, что будет лучше для долины. И сейчас это именно то, что нужно нам всем. Решение уже было принято. Королева решила принять радикальные меры. Уже совсем скоро отправится первый корабль с дроядскими шелками. Он стоит на берегу в ожидании отправки. Это большой шаг на пути к возобновлению торговли. Почему мы узнаем об этом только сейчас? Остальные гости поддержали вельможу и теперь высказывались без стеснения. Нужно что-то делать. Договор уже подписан. Вы правы, но услышьте нас тоже. Долина в упадке. Торговля позволит нам укрепить позиции. Это выгодно обеим сторонам. Но знать не хотела слушать. Дэймон наблюдал за разворачивающимся скандалом со снисходительной улыбкой. Он словно бы знал, что все это пыль мишура и им придется смириться с неизбежным торговлей быть. Неужели Дэймон заставил королеву подписать договор? Мы требуем пересмотра соглашения. Ой. Все окна разом лопнули, осколки разлетелись по всему залу. Обрушился сильный ветер с дождем, сметая со стола салфетки и сбивая с тонких ножек бокала. Гости от страха упали наземь. Недовольства вмиг прекратились. Роб подмял под себя Дэймона, защищая от стекла. Люди были ошеломлены не меньше дроядов. Мэри подошла к окну, оглядела бушующую природу и задвинула шторы. Плохие дела. Природа гневается. Разве вы не видите? Этот договор ошибка. Роб поднялся, подошел к распластавшемуся на полу вельможи. Тот испуганно посмотрел на главнокомандующего. Роб протянул руку. Вельможа помедлил, затем протянул руку в ответ, но резко дернул и поднялся сам. Он поправил смятую одежду, отбросил несколько зацепившихся осколков и процедил. Ваши уши не обманут меня. Мне не нужна помощь человека. Это мы еще посмотрим. Погода может злиться по разным причинам. Например, из-за того, что вы не хотите идти навстречу миру. Вельможа отошел от Роба подальше и сказал, мы изучим договор и предложим правки. В противном случае мы не придем к соглашению. Справедливо. А вы, принцесса, пусть и стоите в стороне, но я вижу, что вы вцепились в долину и не захотите отпускать. Таковы они, королевы. Как он меня уже раздражает. К чему это вы? Власть в руках королевы это так, но она не правит одна. Запомните. Дрояды как один организм, нашу доверие не заслужить правлением в одиночку и попыткой притянуть отдельных лиц на свою сторону. Я даю вам совет. Надеюсь, вам хватит мудрости к ним и прислушаться. Я приму к сведению. Уж примите. Ваше Величество. Он повернулся к королю и сложил руки в их традиционном жесте, означающем скорбь. Остальное знать повторило за ним, а затем они попрощались и покинули зал. Берт с Мэри пошли их провожать. Король допил бокал вина и, прежде чем уйти, махнул прислуги на раскиданную посуду и осколки. Уберите все. Дэймон бросил на стол салфетку, посмотрел на Селену и хотел было что-то сказать, но передумал. Он кивнул ей со словами. Ваше высочество. Они ушли. В зале остались служанки и Селина с Лиамом. Лиам отбросил от тарелки несколько осколков, затем принялся есть. Плохая идея. У меня хорошее зрение, ни одного осколка не пропущу. Какие еще у тебя есть таланты? В том, что они будто бы специально избегали насущных тем, было что-то ребяческое, протестующее. Каждый из них знал, в какой они ситуации и что назревает в будущем. Так зачем об этом лишний раз говорить, верно? О, я достаточно способный мальчик. Вот как? Могу смотреть в прошлое, не каждому это дано. Он вдруг отложил приборы и взглянул на Селену. Хотела бы посмотреть. Посмотреть, как это делается. Не уверена, что хочу вспоминать прошлое, я скорее хотела бы его забыть. Без прошлого нет и настоящего, но если хочешь, можем посмотреть мое. Все таки мы теперь семья, о семье нужно знать больше. семья, что сказать, с радостью. Тогда пойдем. Куда? К реке. Я знаю одно место, там не бывает людей. Лем протянул руку. Тебе понравится, не бойся. Селена замешкалась, но все же вложила свою ладонь в его. Хорошо. А дождь же идет. Шум реки был слышен еще задолго до того, как они наконец вышли к берегу. Сильное течение не оставляло шанса доплыть до той стороны. Под водой тут и там виднелись ярко голубые светлячки. Они подсвечивали реку словно маленькие лампочки. Как красиво! Но красота это обманчиво. Река сейчас еще более буйная чем обычно и убьет любого, кто решит искупаться в ней. А бывают дни, когда она спокойна? Бывают, но такого уже давно не было. Лем сел на землю, достал из кармана мел и принялся рисовать что-то на ладони. Селена приземлилась рядом с ним, стала наблюдать за тем, что он делает. Надо же, мел рисует на коже совсем как фломастер. Что ты делаешь? Мы же хотим заглянуть в прошлое. Он поднял голову и посмотрел на Селену. Поэтому нам нужны глаза. А будущее посмотреть тоже можно? Он покачал головой, продолжая водить линию по ладоням. Только прошлое. Мы не видим настоящее, потому что оно только пишется, а будущее и подавно, оно еще не написано. Все, готово. Сядь передо мной, вот так, да. Лем прижался грудью к ее спине, вытянул руки. Слишком близко. Только не пугайся, я сейчас прижму руки к твоим глазам, хорошо? Да. Селена доверилась Лему. Она чувствовала себя беззащитно, зажатая в тисках Лема, не видя ничего перед собой, только ощущая его прижатые руки. Но стоило Лему прошептать, доверься мне. Тревога Селены растаяла. Это же Лем, он не причинит ей вреда, ни в этом мире и ни в другом. А теперь слушай мой голос. Он заговорил на дроядском языке. Его шепот становился все тише, все неразборчивее. Селена пыталась выудить из его речи хоть какое-то понятное ей слово, но темнота перед глазами вдруг начала вспыхивать красками. Прислушиваться стало незачем. Кажется, я вижу. смотри. И она увидела. Отец. Пойдем покажу. Обещаю тебе понравится. Лем устала покачал головой. Так непривычно видеть его в реальной жизни. Папа, пожалуйста, сколько можно? Нет, нет, поверь мне, я нашел золотую жилу. Отец привел его в гостиную, напоминавшую скорее склад с никому не нужным хламом. Старинные вещи пустышки, которые даже на аукцион не отдашь. И десятки, десятки картин. С каждым месяцем их становилось все больше. Вот и сейчас отец развернулся на очередное полотно никому неизвестного художника. «Как тебе? Это новый Рембрандт, я тебе говорю. Называется заточенная». Лем скептически глядел изображенную девушку в дорогом платье. «Двадцатый век?» «Начало двадцатого». Лем сел на диван и похлопал рядом с собой. «Папа, мы можем с тобой поговорить?» «Конечно, конечно». «Папа, мы по уши в долгах. Наша антикварная лавка убыточна. Ты продолжаешь скупать все подряд, но это не приносит прибыли». «Принесет, Лем, я уверен, принесет». «Мы почти банкроты». «Ох уж эти полумеры. Если почти так, значит, не банкроты». «Папа, я договорился с экспертом. Он придет через неделю, чтобы оценить все собранные тобой вещи. Мы продадим их». «О, отлично, отлично. Это принесет нам немалые деньги». «Да». «О, сынок, только заточенную я ему не покажу». «Почему?» «Она особенная, поверь мне, поверь». «Хорошо». Настал день встречи, и оценчик пришел в назначенное время. Среди всего хлама не нашлось ни одной стоящей. Даже продав все вещи разом, им не хватило бы покрыть все долги. Когда оценчик ушел, Лем взмолился. «Папа, если эта картина ценная, мы продадим ее. Она может спасти наш бизнес». «Прошу, покажи эксперту». «Нет, ты не понимаешь». Еще долго Лему пришлось бегать и умолять отца показать полотно. Наконец отец сдался. Оценчик пришел вновь. Он осмотрел картину, потратив на нее времени больше обычного, а затем сказал хладнокровное, убийственное, стоит от силы сто долларов. отец Лему упал на диван и долго смотрел в потолок. «Папа, как ты?» «О, все нормально, нормально, я, в общем-то, так и знал. Что-то мне не здоровится, пойду прилягу». Когда Лем зашел в комнату, отец висел на люстре, уже холодный, полный агоний, чувство вины, Лем приходил в себя долго, мучительно. Но это сделало его сильнее, напористее, это подарило ему цель. Он стал успешным антикваром. Лем устраивал выставки, и каждую украшал излюбленной отцом картина. Однажды заточенная нашла своего покупателя. Сумма была крупная, в сотни раз крупнее той, что было предложено в первый раз. Но Лем сказал, что она не продается. Какой кошмар. Селена очнулась, словно бы ото сна, но успела услышать последнюю фразу, брошенную Лемом, где-то там, в реальности. Ты был прав, отец. Она особенная. А там, наверное, Лилит изображена. Селена... Ты увидела? А? Что? Что ты видела? Ох, как бы ему объяснить. Это было так нечетко, сложно сказать. Странно, может, я сделал что-то не то? Селена взглянула на Лема другими глазами. Теперь она знала его историю, знала его прошлое и его личную трагедию. Чувство вины, как же ей это было знакомо. Отец не хотел показывать картину, опасаясь, что все его надежды окажутся прахом. И Лием, не понимая этого, разрушил его последние грезы. Вот откуда страсть к картинам, Лием. Теперь я знаю тебя лучше, чем ты сам себя. Совсем как ты, как ты меня когда-то. Она коснулась его щеки, подняла на него глаза, удивленные, испуганные этим порывом. Лием посмотрел на ее губы, догадавшись о ее намерениях. Селена дернула руку. Прости, мы брат и сестра, нам нельзя. Нельзя что? Он вернул ее руку к себе на щеку. У нас нет общих родителей. Как же, а Винс? Он не мой отец. подожди. Мой отец погиб. Матушка вышла еще раз замуж. Завин ся. Так значит, да и по сути, мы никогда родственниками не были. Это все фальш. Таролок все продумал. Он словно бы знал. Я не то чтобы... О, святой Тар! Лем отпустил руку Селены, и та безвольно упала. Прости, я не... Не... Просто рядом с тобой я чувствую себя как дома. Не знаю, как это объяснить. Как дома? Займя тему. Ладно, забудь. Не будем забивать себе сейчас этим голову. Завтра тяжелый день, и сегодня тяжелый день. Лем печально взглянул на реку. Да, я не забуду этот день. В чем дело? Они оба вскочили, бросились к берегу посмотреть в сторону взрыва. Нет. Вдалеке у пристани полыхал корабль. Это их корабль, который они хотели туда отправить? Я правильно понимаю? Ох, друзья, спасибо вам огромное, что вы настояли на том, чтобы я не пропустила выбор с Лемом. Это того стоило, а я бы могла не взять. Очень даже легко могла не взять. Я только не понимаю, за что его наказали, что он попал в эту историю, в этот мир. Что он такого сделал? Он и так страдал от того, что у отца какая-то зависимость была, легкое помешательство, а может и нелегкое. И в итоге он вообще остался сиротой. И тут еще на тебе, давай сначала в тот спал, хотя может еще он в каком-то мире был непонятно. Похоронили мы королеву, но к сожалению не было этого момента, я очень хотела и ждала, чтобы она все-таки увидела свою дочку, и чтобы она взяла ее за руку, и они вместе ушли. Так как Селена ее видела снова, да, был еще скример, который нас напугал, но к сожалению этой сцены не было. Жаль. Но я надеюсь, что они там все равно встретились и теперь вместе. Конечно же вельможи не обрадовались решению короля и королевы, и я даже не представляю, как Селена будет разгребать это все. Возможно начнется война, почему нет? У второго сезона целых 13 серий, если я не ошибаюсь. Еще очень много времени мы проведем в этом мире, поэтому возможно все. Что думаете друзья по этому поводу, пишите обязательно свое мнение в комментариях под этим видео, а также не забывайте, что плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной, а с вами была Алиса, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. субтитры